Здравствуйте, с вами Календарь Рыболова на телеканале Трофей. Наступление сентября заметно меняет повадки и вкусовые предпочтения рыбы. Хищник становится активнее, гоняясь за добычей по периметру всего водоема. А платва и лещ постепенно отказываются от приманок растительного происхождения. Погода также оказывает свое влияние. На этой неделе мы с вами поговорим о ловле карася, леща, щуки и платвы. Но обо всем по порядку. Небо на этой неделе обещает быть теплачным. Небольшие осадки прогнозируются на период с понедельника по четверг. Дневная температура не превысит отметки в плюс 22 градуса. Ночь уже не опустится ниже 12. В первой половине недели ожидается западный ветер, скорость которого будет достигать 8 метров в секунду. Позже он сменится юго-восточным со скоростью до 4 метров в секунду. После продолжительных осадков, сопровождающихся понижением температуры, а следовательно улучшенным кислородным балансом, на выходных вполне можно рассчитывать на приличный клев. С каждым упавшим градусом карась будет опускаться все ниже, но глубина его обитания пока не превысит 4 метров. Наилучший клев этой рыбы отмечается в фрудах и небольших озерах с неоднородным дном. Обычно эту рыбу ловят при помощи поплавочной удочки, длина которой должна позволять делать дальние забросы за границу водной растительности. Прикормка должна состоять из рассыпчатых смесей мелких фракций, панировочных сухарей, муки, печенья, жмыха. Основной осенней насадкой выступит печок мотыля. С приходом осени у щуки начинается осенний жор. Хищница активно охотится на все, что только может проглотить. Местоположение ее определить достаточно сложно, так как щука выходит из своих укрытий и разбредается по всей поверхности водоема. Наиболее удобный способ ее ловли – троллинг. Для этого вам понадобятся спигнинги тестом более 60 грамм, оснащенные катушкой с намотанной леской диаметром до 0,4 мм. В качестве приманки используют большие троллинговые воблеры класса Миноу. Лещ – это в первую очередь донная рыба, которая предпочитает заиленные участки дна, средних и крупных рек и озер. В сентябре у этой рыбы резко повышается аппетит, так как эта рыба инстинктивно чувствует близящееся похолодание. На озерах лещ весьма успешно ловится на поплавочную удочку. На реках же целесообразно использовать фидер. Фидерное удилище должно быть около 3 метров в длину, оснащенное леской диаметром до 0,3 мм. Вес и форма кормушки, а следовательно и тест удилища, зависит от особенностей дна водоема и силы течения. Прикормку можно сделать в домашних условиях – из гороха, пшена, молотых сухарей и манной крупы. В качестве приманки используется червь, опарыш, крупы, тесто и хлеб. Платва активно перемещается в более глубокие участки водоемов. Безлюбленными местами обитания этой рыбы становятся ямы, расположенные у бровок на тихом течении. Основной снастью для ловли платвы считается поплавочная удочка. Удилище должно быть не менее 5 метров в длиной для удачного заброса на дальние дистанции. Диаметр основной лески до 0,14 мм, поводков до 0,12 мм. Поплавки подбираются грузоподъемностью около 2 грамм, а крючки размером номер 2 и 5. Прикормка на платву в сентябре должна содержать животную составляющую в виде рубленого мотыля или червя. Ловля на растительные приманки теряет свою актуальность. В качестве наживки используется опарыш, мотыль или червь. Подведем итог. Исходя из погодных условий и лунного календаря, наиболее уловистыми днями станут с четверга по воскресенье. Карась будет держаться в более глубоких слоях водоема. Ловим на поплавок. В качестве насадки используем пучок мотыля. Щука разбредается по всему водоему в поисках добычи. Наиболее результативной станет троллинговая ловля. На спиннинг тестом от 60 грамм, на воблеры классами нову. Лещ предпочитает держаться на участках водоема с ссылистым дном. Ловим на поплавок или фидер, на червя, опарыша или распаренную крупу. Платва также опускается в более глубокие участки водоема. Ловим на длинное поплавочное удилище, на опарыша, червя или мотыля. Я желаю вам хорошо провести время на рыбалке и ни хвоста, ни чешуи.